Скажите, пожалуйста, а как вы попали в этот общий лиц? Вас же кто-то оформлял сюда. Вы же какие-то деньги, наверное, за эти кое-то места платите. В ответ молчание. Люди, разбуженные в 6 утра полицейскими, растеряны. Лишь в ответ на вопрос, из какой страны приехали в Москву, буквально взрывается. В этой комнате все из России. Мы с Оренбургом приехали. Здесь официально работаем. Вам метро строим в Москву. Рейд миграционная служба провела по заявлению студентов этого общежития. Они пожаловались. С черного хода в здание постоянно заходят какие-то люди. Живут в комнатах по 10 человек, спят на двухъярусных кроватях. Но местные охранники говорят, все рабочие внесены в список тех, кого приказано пускать без вопросов. Предоставляют паспорт, документы миграционной карты и регистрации. И основные документы. То есть, получается, они с регистрацией здесь все? Ну, практически, да. Не знаю, может быть, у кого-то и нет. Беглая проверка показала, примерно у половины задержанных есть российские паспорта. Сами рабочие рассказывают. Их пригласили сюда на стройку и пообещали предоставить общежитие. Организаторы рейда уже выяснили, работодатель не впервые пользовался услугами этого вуза. Мы вышли на их руководство. У нас есть видеозаписи, разговоры с ними. Мы спокойно по телефону договорились о том, что они заселят в это общежитие с 20 чисел граждан Белоруссии, взяв за это проживание по 300 рублей в сутки. Также есть эти компании, которые так селят. Поэтому это даже будут разбираться сотрудники полиции. Но также есть много вопросов к руководству данного института. Но сегодня отвечать за действия всех сторон пришлось рабочим. Около ста человек на автобусах отправили в отдел миграционной службы для подробной проверки документов.